Чтобы вам сразу стало понятно, как относятся к блондинкам, к светловолосым и светлоглазым девушкам в Японии, я расскажу вам такую историю, которая приключилась у меня, как видите, у меня в руках коробка Louvitton. Я шла по улице, где были всевозможные бутики, и решила просто зайти в Louvitton, посмотреть ассортимент. Ко мне приходит персонал, он начинает показывать мне всевозможные сумочки. Я мечтала долго об одной сумочке, я к ней подхожу, начинаю на нее смотреть. Ко мне подходит японец, очень-очень привлекательный, с прекрасным английским. Спрашивает, откуда я, говорит мне кучу комплиментов, спросил, что вам понравилась эта сумочка, на которую вы сейчас смотрите. Я говорю, что да. Он говорит мне, что я бы хотела вам преподнести такой подарок, вы мне очень понравились, возможно, вы пойдете на свидание. От незнакомцев, конечно же, я не принимаю подарки, поэтому я ему сказала большое спасибо, но я, конечно же, обойдусь. Начинаю уходить из магазина, и тут позади меня я слышу шаги, меня догоняет персонал вот с этой коробкой. И говорит, что это для вас подарок от того мужчины, а тут ни номер, ничего, только была маленькая записочка, в которой было написано, даже если вы отказали мне пойти со мной на свидание, я все равно решила сделать вам такой подарок, чтобы вы помнили обо мне. Будто я просто побывала в каком-то сне, в какой-то сказке. Представляете, вот именно так относятся к иностранкам, блондинкам в Японии. Серьезно? Такое бывает только во сне. Охайос, с вами Анита. И в этом видео, друзья, я расскажу вам о том, как на меня реагируют в Японии, как относятся к иностранцам, особенно как к иностранцам относятся сейчас. В первую очередь попрошу отойти от экранов тех, кто живет в Токио, потому что я буду рассказывать о своем опыте и в Токио, и в других городах, потому что Токио и вся Япония, это два абсолютно разных мира. Если вы видели видео, когда иностранцы идут по городу, и японцы на них очень сильно мило реагируют, начинают им кричать, махать, спрашивать, откуда они из России и так далее. Друзья, японцы не пристают к иностранцам, японцы стеснительные, и тем более их нельзя снимать, это незаконно, им абсолютно все равно, особенно на ребят из России. В Китае и в Корее благосклонность азиатов, конечно же, очень следит нашим иностранцам, в Японии такого определенно нету. Японцы считают себя голубых кровей, они очень гордятся своей нацией, поэтому они считают, что иностранцы всегда находятся на ступенечку ниже. И зачастую есть такое мнение, что иностранцы все бомжи, живут в Японии, выживают. Какого-то особого отношения к иностранцам не стоит ожидать. Чтобы вам не надоело смотреть на меня, я предлагаю приключиться на эстетически красивые японские улочки. В моем любимом Токио все невероятно милые друзья, все привыкли к иностранцам, поэтому никто не будет от вас убегать, шарахаться, а все очень приветливые и доброжелательные. В маленьких же городах у пожилого населения часто возникнут вопросики при виде вас, потому что, возможно, они подумают, что вы американец, могут подойти и спросить, что вы здесь забыли. Моя самая любимая категория это школьники, они всегда очень мило реагируют на меня, даже если я возвращаюсь просто с магазина, если идет группа школьников, кто-нибудь обязательно что-нибудь скажет, попытается разговаривать с вами на английском. Практически всегда, когда меня первый раз видят, начинается классический диалог. Вместо привет можно услышать, какое маленькое у тебя лицо, это расценится как комплимент. Недавно я выступала и встретилась с девушками, тоже артистками, они там певицы, актрисы. Я очень хотела с ними познакомиться, потому что я слышала о некоторых из них, я уже была готова с ними хорошо провести время, пообщаться, и как только я зашла, все начали обсуждать мое лицо, цвет волос, цвет глаз, и, собственно, на этом диалог заканчивается. Я просто обожаю гулять в Токио, никто не будет на вас как-то дико реагировать, все привыкли к иностранцам, вам все улыбаются, могут спросить, откуда вы. Милые забавные случаи, когда мы с моей сестрой сидели в парке, к нам подошла маленькая девочка-японка, лет, наверное, шести, она очень хорошо разговаривала по-английски, спросила нас, откуда мы, пыталась с нами поговорить, она очень хотела познакомить нас со своими родителями, потому что один из ее родителей иностранец. Я засняла кусочек, но, честно говоря, мне бы не хотелось выкладывать японских детей без разрешения на канал. Также милые школьницы-японки могут просто тыкать вас пальцем, говорить с кого-и. Я очень много слышала о том, что японские парни, они недостаточно мужественные, но я бы так не сказала, потому что если у меня какие-то ситуации, допустим, возникают тяжелые вещи в аэропорту поднести, там сумку, чемодан, мне всегда оказывают японцы помощь, даже я никогда ни у кого не прошу, но они сами всегда готовы помочь, и это очень мило, даже во время короны, никто не разбегается в стороны, это, конечно же, очень приятно. Если вы не трудоустроены в хорошую фирму, то у вас возникнут сложности при оформлении банковской карты, сим-карт. Многие даже мои друзья иностранцы, они без сим-карт, без банковских карт, то есть это все очень сложно. Не все готовы разговаривать с вами на английском языке, поэтому, конечно же, здесь нужно учить японский язык. Японцы не очень-то сильно доверяют иностранцам, они не станут вас приглашать до сих пор, пока они не узнают, какой вы человек. И даже если сравнивать работу в Корее и в Японии, когда я приехала в Японию, я убедилась, что они не очень-то дружелюбные, не очень расположены к иностранцам, но на самом деле им просто нужно время, чтобы узнать вас, убедиться, что вы хороший человек, потому что крейцы приглашают всегда иностранцев пообедать с ними после работы, до сих пор пока они не разочаруются в иностранцах и не возненавидят всю вашу нацию. Японцы изначально настроены очень осторожно, и если они поменяют мнение вас, если вы покажете себя с хорошей стороны, то отношение к вам, конечно же, изменится. Следующий момент, если это касается мужской половины населения, конечно же, могут подойти, подзнакомиться на улице, хотя это не очень принято. У меня было таких много случаев, особенно, когда я прохожу мимо офисных зданий, ко мне всегда кто-нибудь подходит, пытается блеснуть своим английским, я думаю, вы слышали историю в моих сторис, я не знакомлюсь, конечно же, на улице. Если у вас есть деньги, и вы иностранец, живущий в Японии, конечно же, все намного проще для вас, к вам относятся тоже лучше, потому что здесь я как почувствовала даже по себе, и здесь есть такой фактор, что если вы одеты красиво, обвешаны брендами и так далее, то к вам отношение будет лучше в определенных местах. Допустим, даже когда иностранец приходит менять деньги, допустим, на доллары, у иностранца чаще всего спросят, откуда он взял эти деньги, вдруг он кого-то ограбил, это я говорю, что даже если у вас рабочая виза. Конечно же, во время короны, многие японцы по-прежнему считают, что иностранцы во всем виноваты, что они завозят за какие-то заразы, даже если японец был за границей, японец был в Англии. Был такой случай недавно, когда он приехал в Японию, все сказали, что у него новый тип коронавируса, иностранного, и запретили вес всем иностранцам. Когда вы сейчас, в общем, знакомитесь с людьми, все часто вас спрашивают, когда вы приехали в Японию, потому что все боятся, мало ли вы чем болеете, и вы их этим заразите. Да, друзья, в этом видео будет много таких моментов на букву R, японцы даже не догадываются, что они могут быть вот этими людьми на буковочку R. В ресторане со мной никогда не разговаривают, если я в окружении японцев, разговариваю только с ними, даже если вы знаете японский, я уже говорила, вы будете пытаться с ними общаться, вас будут просто игнорировать, и меня это всегда обижало, почему? Мне сказал Япония, что ой, не переживай, они просто стесняются, к тому же они не уверены, и умеют что-то разговаривать на японском, и чтобы избежать всех этих моментов, конечно же, будут обращаться к японцам. Были такие у меня моменты, что нас просто могли не пустить, допустим, с сестрой я рассказывала в ресторан, в котором ели японцы, и нам сказали, что здесь еды нету, только напитки. Сказала персоналу, что здесь как бы люди едят, он говорит, нет, нет, только напитки. Когда я приезжаю в Токио, друзья, это просто как глоток свежего воздуха, сейчас я думаю, что я немножко ошибаюсь с городом, в Токио многие знают английский язык, нет вообще никаких проблем с коммуникацией, подойти к человеку и спросить, как пойти, все вам подскажут, потому что привыкли к иностранцам. У меня был такой случай, когда я стояла в большом городе, на юге Японии, и я не могла понять, где такси брать, чтобы не нарушать очередь, я, честно говоря, просто не поняла. Я просто решила подойти к парочке и спросить у них, говорю, что мимо сэн, они просто от меня шарахаются, это была очень красивая парочка, японец и японка, адекватная вроде бы, казалось бы, да, просто от меня так шарахнулись и убежали. Это было, конечно, не очень приятно, возможно, они подумали, что я заражу их сейчас короной. Лишний раз я тут никуда ни у кого ничего не спрашиваю. Если, допустим, в Корее, в Китае иностранцев все как-то любят, все считают их очень милыми и так далее, то скорее, мне кажется, в Японии бытует такое мнение, если переводить с японского, как Бака Гайджин, типа глупый иностранец, и поэтому, чтобы не сделал иностранец, это все Бака иностранец сделал, глупый иностранец, поэтому имидж у иностранцев это глупый человек, такой потерянный в обществе, где порядок, где очень много правил, который не может справиться с этими правилами. Когда ты едешь в метро, все всегда будут обращать на тебя внимание, не говоришь, что ты громко и так далее. Я ехала в метро и увидела группу людей, они, возможно, бразильцы, очень красивые, классные, но они видели себя настолько громко, и я понимаю, что они приехали здесь не как туристы, потому что сейчас же невозможно въехать в Японию, возможно, они живут здесь давно, и они просто, наверное, пересмотрели из бумажного дома и начали петь эту песню Белла Чао на весь поезд. Я поняла, что надо просто от них подальше от это идти, чтобы меня не занесли в эту категорию Бака Гайджин и просто отошла. Думаю, камон, пожалуйста. Действительно, это выглядит очень нелепо. Все японцы на них так смотрели, очень осуждающе. Хотя сами японцы тоже умеют, орать будут здоровы. Если хотите, чтобы вам относились более нормально, просто одевайтесь красивенько, аккуратненько. Не нужно одеваться как отаку, потому что я видела много таких случаев, когда иностранцы приезжают в Японию. Я не хочу никого, друзья, шеймить или что-то говорить плохое. Девушка нацепила на себя там цветные эти все волосы, рожки, оделась, как в хараджуку ходят. И она была слишком худой. И она шла так по городу, и все японцы на них так смотрели. Не надо так делать. Хочу вам сказать, что если вы собираетесь ехать в Японию и выбираете, допустим, Токио либо другой город, выбирайте, конечно, Токио, потому что в Токио свободов, в Токио иностранцев любят, к ним относятся адекватно, там много иностранцев, цивилизация, в общем, весь современный мир, он находится в Токио. Я живу не в современном мире. Хотя мне, это один из моих самых любимых городов, где я сейчас нахожусь, один из самых красивых. У японцев часто одно и то же выражение лица, и поэтому при виде иностранцев они иногда делают такое лицо, они супер приветливые. Многие говорят, что ой, японцы ненавидят иностранцев. На самом деле, возможно, вы им нравитесь, но просто у них такое выражение лица. В Японии существует такое как человеческий фактор, что нам нужно пожениться. Существует такое правило, что вы должны выехать из Японии и приехать обратно. На самом-то деле, можно, и не выезжая из Японии, жениться, либо выйти замуж. Есть такие случаи, когда молодым парам просто отказывают в женитьбе, просто потому, что им говорят, что нет такого правила. Нет, вы обязаны выехать. Хотя есть много пар, которым разрешают жениться, не выезжая из Японии. Я читала тоже об одной паре, которая воспользовалась юридическими услугами, чтобы регулировать этот момент, и они смогли пожениться, не выезжая из Японии. У меня проблем с этим особо никогда не было, но единственный момент у меня был на йоге. Чтобы стать членом, нужно заплатить там вперед на полгода 150 долларов в месяц. Если у вас какие-то проблемы с картами, вы можете приходить просто на разовые занятия и платить 30-40 баксов. И, возможно, они хотели, чтобы я ходила и платила по 30-40 баксов. У моей подруги-иностранки не возникло вообще никаких проблем с оформлением. Когда я начала оформляться, то одно, то другое. Мне говорят, вы должны принести печать. Мы не сможем вас оформить, хотя моя подруга говорит, я просто расписала. Почему у тебя вот так, а у меня так? Друзья, вот эту печать нужно ждать две недели, поэтому две недели мне придется пропустить. В общем, я была, конечно же, очень расстроена. Мне это сказали в начале занятия в раздевалке. Она немножечко соединена так с ресепшеном, и поэтому на ресепшене слышат, о чем мы разговариваем. Я разговаривала с подругой, почему так? Я говорю, ну, у меня, в принципе, без разницы, окей, я сделаю этот интан все равно, потому что я хочу ходить на эту студию. И они услышали весь наш разговор. И когда закончилось мое занятие, они подошли ко мне и сказали, что можете стать членом. Не обязательно нужна эта печать, что поменялось, я не знаю. Хотя до этого они мне доказывали, что это невозможно, что такие правила и так далее. Я просто никогда не спорю, друзья, я никогда не агрессирую, никогда ничего не доказываю. Здесь такая позиция работает. Нужно быть очень уважительным, всегда извиняться, говорить, о, а я не знал, бла-бла-бла. Поэтому я бы сказала, что относятся к иностранцам очень-очень по-разному. Я встречала своих очень много темнокожих друзей, к которым просто японцы побегают. Дай пять! Это очень, так смотрится, мило, смешно. Они считают такими, знаете, верзилами, красавцами. А к некоторым темнокожим относятся очень плохо. Наверное, все зависит от человека от вашей личности, как вы себя преподносите, так, наверное, к вам будут относиться. У меня никаких таких проблем с японцами, со взаимоотношениями с японцами никогда не было. Если говорить о светлой коже, там, светлых глазах, о белых волосах, не хочу, знаете, как-то хвалиться и говорить, что моя как-то раса лучше, там, и так далее. Могут обратить внимание на ваш цвет глаз, там, похвалить вас, или там, что у вас светлые волосы, светлая кожа. Многие японцы, когда они смотрят вот на блондинок, например, они считают, себя высшей расой, хотя это абсолютно не так. У меня даже было несколько таких моментов, когда я общалась с японцами, и когда у нас какие-то были неполадки в отношениях, я расскажу об этом в следующей истории. Я даже ничего не сказала, я понял, что он мне говорит, да, я знаю, что ты думаешь, что я глупый, я азиат, а ты вот такая умная белая девушка, бла-бла-бла, твоя раса, ты считаешь лучше? Я говорю, нет, я вообще никогда об этом не думала. То есть иногда у них есть такой момент в голове, то, что они считают себя выше, но они думают, что мы считаем себя выше. И из-за этого, мне кажется, они лишают себя какой-то свободы в общении с иностранцами. Также много у них предубеждений, потому что они считают, что иностранцы дикари, иногда необузданные, которые творят беспорядки. Если вы очень мирный, спокойный человек, к вам относиться будет всегда очень хорошо, и если вы очень уважительный человек, к вам тоже будет относиться хорошо. Потому что я даже понимаю, какие-то моменты, когда я наблюдаю, как иностранцы себя ведут, я очень многие моменты беру для себя. Допустим, даже после занятия всегда нужно подходить к учителю, говорить спасибо большое, поклончик. Я всегда очень стеснялась этого делать, оказывать уважение, это очень важно. Например, у меня с моей учительницей, когда я разговаривала, у нас был такой смешной момент, она говорит, спроси меня, что на японском, когда я только начинала учить японский язык. Я только не знала, что спросить, я говорю, сколько вам лет? Она достаточно взрослая, она говорит, мне столько лет, что когда я была молодая, твоей Белоруссии не было еще. Я такая, ну, понятно, она пытается меня как-то опустить. И вообще говорит, почему у тебя нет детей? Вот нужно рожать, потому что однажды тебе будет 30, и вот тогда ты будешь уже старородящая, и ты должна родить ребенка для себя. Почему тебе еще нет детей? Пытается как-то унизить в отместку. Я поняла, говорю, я поняла, больше я никогда никого не спрошу, сколько им лет. Я не понимаю, у японцев иногда очень любопытное отношение к иностранцам. Если вы знакомитесь с японцами, то, что вы иностранец, многие пытаются узнать очень много информации, такой, знаете, личной информации, но вас могут спросить очень личные вопросы. Никто не задумывается, что это может как-то вас задеть. Но сейчас я думаю, что многие японцы не задают такие вопросы, чтобы просто выводить информацию. Они как шпионы, знаете, узнают. Не несете ли вы какую-то угрозу? У них не понимают, что вы тут делаете. В целом, японцы очень мирные, прекрасные люди, очень спокойные, адекватные. Но культа иностранцев, как в других азиатских странах, здесь явно нету. Конечно же, когда японцы с вами знакомятся, им очень интересна страна, откуда вы приехали, им интересно, почему вы выбрали Японию. Они начинают спрашивать о вашей стране, узнают о вашей стране. Чем больше они общаются с иностранцами, тем больше они узнают о существовании других стран. 95% населения японцев это очень милые, добрые люди. Есть очень много милых моментов, когда, допустим, в школе мне могут подарить печенюшки, сладости, мандаринки. Это, конечно, очень мило. Я такое встречаю вообще впервые. Даже когда я занималась репетитором, она тоже всегда приносила мне подарочки. Конечно же, очень приятно. Спасибо, друзья, что вы смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно для меня. Я вас всех очень люблю, обнимаю. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok